Наш эфир продолжает программу час Ивана Денисова здравствуйте Иван здравствуйте Сергей здравствуйте уважаемые слушатели прошлый раз нам не удалось поговорить о верховном суде об опасности расширения состава верховного суда но в частности мне бы хотелось вернуться к к утверждению суди барретт и поговорить это было нечто вообще утверждение это слушание по утверждению судьи как вели себя демократы что каким образом выступала судья барретт в общем судья барретт и демократы совершенно верно тема достаточно обширная потому что слушание длились несколько дней и там очень много всего было сказано со всех сторон но я естественно не буду вам полностью пересказывать так это достаточно много времени у меня займет а выделю только несколько моментов на мой взгляд довольно таки важных но и потом действительно вернусь так или иначе к теме расширения суда потому что это тоже важно благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и если говорить о слушаниях то тут уместно будут две цитаты от людей имеющих некоторое отношение к юриспруденции это мой любимый судья кларенс томас куда же без него и к нему я сегодня еще вернусь и анн колтер к ней по разу можно относиться но в ряде случаев ее комментарии они очень и очень точно так вот судья томас описывая еще свой собственный опыт утверждение сказал что если вкратце то это когда вы сидите и смотрите на людей которые говорят что-то и вы понимаете что не просто не представляют и не понимают о чем говорят а что касается цитата из култер то колумнистка не акбар это не самое хорошее отношение политпричин у нее там было свой кандидата култер если ее кандидат не проходит она сразу не любит всех остальных а так вот тем не колтер сказал что если за что барреты заслуживает награды так это в номинации как сохранить спокойное лицо пока тебе читают лекцию идиоты потому что действительно демократам очень сложно а практически невозможно было придраться к профессиональным и каким-то тому подобным качеством судей барреты и поэтому им надо было нести какую-то заведомую ахинею надо было показывать себя и превратить всю процедуру утверждения никак не действительно обсуждение демонстрацию или дискуссию по поводу конституции по поводу трактовки конституции а потому чтобы показать себя насколько они демократы одержимы какими-то либеральными идеями как они готовы их защищать не обращая внимание на то конституции вообще есть это или нет то есть то о чем предупреждал нас еще судья скале хотя говоря как вы помните наставник судей барреты что слушание предупреждал довольно давно кстати уже слушание об утверждении судей верховный суд они все меньше и меньше становятся собственно говоря размышлениями рассуждениями всех участвующих сторон на конституции сколько в защиту каких-то определенных политических позиций и в попытку сенаторов выиграть очки у своих избирателей у определенных групп избирателей а также заставить судью которого они допрашивают это можно другим словом и не назовешь показать свои политические взгляды а никак не свое отношение конституции хотя вообще-то на самом деле смысл судей верховного суда это в том что вся политика все личные взгляды все свое свои пристрастие и так далее и тому подобное все остается за порогом верховного суда в верховном суде есть только конституция но так получается что усилиями прежде всего демократов все-таки они политизировали уж не обессутие так оно и есть процедуру все превратилось черт знает во что и поэтому когда сенатор грэм говорит что где вообще те времена когда судьи утверждали 97 против 3 98 против 2 по таким временам можно только скучать потому что все превратилось непонятно во что и в результате если смотреть на утверждение судей баррад то речь шла не о конституции на самом деле речь шла о том как судья баррад относится к тем или иным политическим моментом что повторяю в принципе должно уйти на второй а то и на третий план и естественно демократы озабочены своими собственными повторяя какими-то проблемами своими собственными пунктами для будущих выборов поэтому они должны были стараться нам сказать следующее судья баррад не дай бог отберет право на аборты так как она католичка судья баррад раздаст оружие всем кому не надо судья баррад отдаст выборы трампу судья баррад загубит обама керр и так далее и тому подобное повторяю еще раз конституция уходит на второй план даже когда сенатор дербин вдруг вздумал изображать из себя эксперта по конституции и стал зачитывать пятнадцатую поправку хотя судья в общем-то дала ему вполне отчетливый ответ свое отношение и к поправке которая отменяет всю дискриминацию по по любому по признаку в вопросах голосования но вот сенатору дербину надо было показать что он знает что такое пятнадцатая поправка но по крайней мере может ее найти и может ее прочесть и надо было покрасоваться дальше продолжает тему поведения сенаторов было тоже мягко говоря отталкивающим камала харрис ну который прямо скажем с ее то прошлом моральным обликом не самым высоким чего уж там точно не следует себя вести в такой покровительственной манере но однако же она теперь взяла на себя роль такой менторши тетушки которая на всех смотрится высока потому что ну вот не соответствует вице-президент пенс и судья баррад ее высоким либеральным установкам который повторяю моральный облик не ходит а и вот таким образом надо было ей показать себя что вот у нее якобы есть превосходство которого не было конечно вопросы сенатора клуба шартам вообще было такое ощущение что как помните в советской классике на этом месте должна была быть я и что кажется ее больше беспокоило что она сама должна быть судьей никак не баррад но это уже повторяю целиком и полностью ее проблема если возвращаться непосредственно к конституции то заметьте интересный момент на который обращал внимание еще судья томас сами понимаете без него я никуда судья томас говорил что проблема современных либеральных прежде всего конечно же судей и образование юридического это в том что прецедент и они выносятся на первый план и зачастую ставится выше собственно говоря конституции то есть прецедент вообще-то может быть юридически решен неправильно он неправильный и решение могло было быть принято судьями мы прямо скажем не самое разумное и примеры даже в верховном суде еще прошлого таких предостаточно тот же самый дред скотт пресловутый но тем не менее по так устроена нынешняя система глубочайшему сожалению суде томаса и моему что прецедент оставится выше конституции и мы с вами снова наблюдали потому что все требовали ну не все демократы я имею ввиду требовали признание что от судей баррет что вот есть некий такой супер прецедент ни в коем случае нельзя на него посягать это все то же самое роу против уэйда связанное с абортами и видно что опять конституция уходит на второй план то есть на самом деле конечно же слушание они повторяю еще раз никакого серьезного смысла не имели понятно что судья бар это профессионалка у нее высокие оценки со стороны ее коллег даже вот это вот american bar association далеко не самая консервативная организация оценивает ее очень высоко люди которые на нее работали отзываются они замечательно придраться нельзя она квалифицированная судья вне зависимости от того что вы думаете об каких-то отдельных ее решений но превратить это вот в очередной цирк чтобы сорвать затянуть сделать все что угодно но не дать утверждению состояться до выборов с одной стороны и с другой стороны не имея возможности придраться к профессиональным качествам судьи вот выстроить какую-то политическую кампанию против нее политическую атаку и религиозную кстати то это пожалуй пожалуйста при этом я очень надеюсь что такого не дойдет конечно же но давайте ради интереса представим что вдруг на месте католички бар от была бы мусульманка любая любое упоминание ее религии уверен у либералов вызвало бы просто приступы истерики а католическую веру протестантскую ну католическую данном случае ее пожалуйста можно пинать да на здоровье так что раз христиан христианская вера то почему бы с ней так не обойтись что мы с вами увидели лишний раз ну и конечно же не обошлось без я давно долго этого ждал ну и радостно что это услышал от крэйзи мэйзи да то есть от херона что конечно же была попытка судью бар от еще и к ней сексуальной какой-то там хищницы подать естественно это прозвучало как такой технический вопрос понятно что он должен был идти дальше но знаете по принципу а почему бы не попробовать даже такую бредятину надо использовать более того я у себя на фейсбуке написал что я все ждал когда прозвучит упрек что судья бар это читает конституцию и хотя это шутка с моей стороны но я думаю что мы до этого дойдем рано или поздно пока еще демократы конституцию могут припомнить но с их одержимостью политикой желанием заменить юридические вопросы политическими превратить суд в некий такой супер законодательный орган и ставить еще раз говорю прецеденты высшей конституции я не удивлюсь если года через через год другой мы будем с вами наблюдать утверждение я очень надеюсь судьи назначенного или назначенный трампом и демократы уже будут обвинять этого судью или эту судью в том что он или она следует конституции а не прецедентом пока все идет к этому и некоторый итог всего что мы с вами наблюдали но для многих из нас положительный момент то что мы опять увидели между либералами и консерваторами действительно пропасть либералы конституцию хотят менять переписывать руками судей заметьте подгонять под свои нужды и понятия конституции как ее мыслили оригиналисты как ее как ее мысли верняться основатели и как ее трактуют оригиналисты это все должно отметаться консерваторы стараются изо всех сил конституцию отстоять 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 ее такой как ее видели авторы и как ее видели федералисты авторы федералисты я имею ввиду помните три их троих было и чтобы судьи делали то же самое сама баррад это в общем и целом тоже подтвердила прежде всего в своем вступительном слове когда сказала что да она конечно же для нее скалея это образец но и главное это следовать оригинализму следовать конституции следовать закону даже если ей самой те или иные решения кажутся не слишком приятными но закон конституция превыше всего потом вы помните она сказала что при всем уважении к скале она у нее собственный подход и собственная голова но уже то что она следует его установкам о чем мы говорили в одной из недавних передач это уже внушает оптимизм поэтому в целом на судья баррад конечно же показала себя достойно спокойно отбивалась достаточно уверенно но и за вычета может быть эпизода с джорджем флойдом когда она уж слишком нам это откровенно подыграла демократам и опять там прорасизм что-то сказала у меня к ней каких-то претензий по слушаниям не было повторяю без этого эпизода я бы мог обойтись конечно же но не бывает ничего идеального как говорил тот же самый хэмилтон в том же самом федералисте а судья баррад это точно вариант на данный момент по результатам слушания весьма и весьма и достойный утвердят ли или нет я конечно не могу обещать хотя мы узнаем уже в четверг но повторяю если вдруг такое случится но я просто развожу руками но нет ни малейших поводов отвергать ее кандидатуру с точки зрения профессиональной это будет чистая политика это будет позор для демократов вообще поэтому я все-таки надеюсь что утверждение состоится тем более что спорные персонажи вроде ровни республиканские они уже готовы за нее голосовать насколько я знаю но что будет дальше опять выборы все ближе и ближе и мы с вами должны не забывать что если не дай бог выигрывает байдена демократы получают большинство в сенате то та самая публика который вам только что рассказывал что во что готовы превратить конституцию они могут это сделать и конститут и судей назначать которые будут вписывать в конституцию то что им захочется и уничтожать кандидатуры тех судей которые мне нужны в общем кендалл которого вы знаете я очень люблю тоже и знаменитый философ политический консервативный и которого в этот раз мне уместно будет процитировать он говорил еще пятидесятые начале шестидесятых годов что в своем стремлении отменить электоральные коллеги у выборщиков в своем стремлении трактовать конституцию подгонять ее под новые какие-то требования конъюнктуру либералы просто-напросто хотят уничтожить ту америку который создавали отцы основателя это знаете груд человек задолго до трампа и когда еще либералы были не такие буйные как сейчас но он уже тогда видел опасность и прекрасно понимал во что эта опасность может вылиться и тот самый то самое расширение суда которое демократы не дали провести рузвельту в конце тридцатых хотя он тогда хотел это сделать и нынешние демократы конечно же с распростертыми объятиями такое решение примут тогда ведущий человек в комитете юридическом еще палата представитель насколько я помню хэттон сам дирс демократ сказал что все я в это не играю и сделал все чтобы как многие сенаторы демократ чтобы этот план рузвельта провалился сейчас мы такого с вами от демократов повторяю не получим поэтому превращение суда филиал демократической фракции сената и всего конгресса в общем-то это будет катастрофа и глубочайшему сожалению именно это произойдет в случае если байден и компания победят так как либеральные судьи и даже если потом хотя это будет уже сложнее и сложнее сделать республиканцы вернут себе власть им придется опять раздувать суд потом еще 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 и если верховный суд в конце концов будет по размерам такой же как конгресс а дико прозвучит но это может произойти на самом деле то сама идея судебной власти как наиболее безобидной но которая становится опасной если смыкается с властью другой о чем предупреждал тот же Хэмилтон она будет реализована и это будет такая тирания что страшно себе даже представить тирания судей которые повторяю не избрана будут назначаться и то о чем говорили авторы федералиста именно что конгресс должен определять вообще полномочия судей демократы это могут вспомнить кстати говоря и тогда отдадут судьям вообще все что угодно и то что мы увидим от Америки было и не останется просто-напросто ничего и пророчество кендалла к сожалению сбудется при этом кендалл был все таки человеком достаточно оптимистическим он считал что американцы по сути своей более консервативные они будут противостоять в том числе через своих представителей в конгрессе подобным поползновением либералов но мне бы очень хотелось разделить оптимизм кендалла но знаете с каждым годом с каждым днем все сложнее и сложнее это сделать поэтому я как и оставшиеся на самом деле до выборов у нас всего-то два выпуска осталось я оба буду так или иначе выпуском возвращаться к этой теме что где бы вы в Америке не слушали или за ее пределами но будучи гражданами Соединенных Штатов делайте все чтобы голосовать я не говорю вам за кого голосовать но вы видите за кого голосовать точно не надо и каким результатом неправильное голосование или игнорирование голосования может привести слушание по делу Барретт нам это лишний раз продемонстрировали здесь умолкаю если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово спасибо но я по поводу слушание уже говорила не раз поэтому я не буду повторяться я думаю мы сейчас сделаем перерыв после чего вернемся продолжим у нас будут другие темы для обсуждения Возвращаемся в программу час Ивана Денисова а теперь поговорим о новостях правых европейских партий да конечно же понимаю что вам всем прежде всего интересны новости американские но исправно стараюсь вам немного рассказывать о том что происходит в Европе и даже захвачу одну азиатскую страну потому что на прошлой неделе были опубликованы данные по опросам общественного мнения хотя все вы знаете что к таким данным конечно же стоит относиться некоторой опаской но это уже отдельная тема тем не менее данные эти в чем-то интересные в двух европейских странах они связаны с партиями а в одной стране азиатской они связаны ну по порядку начну я естественно со своей любимой вообще-то европейской партии это новые правы в Дании Дании место весьма такое странное интересное социалисты американские упорно его проталкивают как социалистический рай которому Америка должна подражать однако сами датчане свою страну социалистической не считают и хотя к сожалению там пока еще и новый опрос это нам показал главенствует социал-демократия со всеми вытекающими последствиями то есть такой разбавленный вариант социализма можно сказать но даже датские социал-демократы победили на последних выборах как я вам говорил во многом из-за того что обещали ужесточить иммиграционную политику то есть вполне на самом деле следовали традициям которые обозначил президент Трамп другое дело что придя к власти не особенно они это делают но вот как бы то ни было опросы показывают весьма и весьма серьезный рост популярности новых правах эта партия появилась совсем недавно всего в 2015 году и уже на выборах получил 4 голоса в парламенте мало конечно же но повторяю партия только-только появилась и весьма яркая четверка это бывший архитектор Пернила Вермонт она собственно говоря и является ее лицом и женщина весьма яркая которая успела и официанткой поработать когда была мать и одиночка и растила троих детей и повторяю быть достаточно успешным архитектором и вот теперь в политике в общем как видите ни у кого помощи не просила и все делала сама что приятно двое учителей мы же привыкли что учителя они левые ну вот Метта Тиссон учительница начальных классов и Ларс Боя Маттсон человек который вообще где только не работал и кем в том числе и в Америке они тоже представляют партию Петер Зейр Кристенсен но он скорее из бизнеса сообщества Дании и своими действиями прежде всего хотя приходили к власти новые права именно как сторонники ужесточения иммиграции но в целом их позиции политика попытки вернее все таки политики 4 человека к сожалению не могут определять политику в датском парламенте они на себя внимание обратили внимание очень серьезное потому что новые правы по-прежнему настаивают на ужесточении иммиграционных правил на депортации на прекращение допуска пресловутых беженцев прежде всего из мусульманских стран на дальнейшие контакты с Израилем и перенос посольства в Иерусалим это всегда важно как вы знаете и для меня и для права в том числе в Европе они хотя к ним пытаются присоседиться кремлевские пропагандисты но к счастью новые правы от путинского режима открещиваются и напротив полагают нынешний путинский режим дестабилизирующий силы в Прибалтике и в Балтийском регионе вообще Евросоюз новые правы видят бюрократической системой которая подавляет Данию и хотят выйти из Евросоюза и в идеале у них такой тройственный союз это Дания королевство Соединенные и Соединенные Штаты ну по поводу выборов они все-таки стараются воздерживаться американских от комментариев но видел я на фейсбуке Ларса Боя Матисона что Байден у него особых симпатий точно не вызывает и что экономическую программу Байдена Матисон полагает серьезной катастрофой что налоги минимальный оклад заработной оклад заработной платы что они приведут Америку только к прискорбным результатам так что видите датские правы не особенно поддерживают демократ и сейчас такая политика плюс еще новые инициативы а последняя инициатива новых правов это призывы выйти чтобы датчане тоже прекращали свое заигрывание с климатическим фашизмом и тоталитаризмом уже будем прямо говорить и напротив чтобы было снижение налогов на автомобиле а в Дании он очень высокий плюс реформа пенсионная согласно которой люди пожилого возраста должны которые продолжают работать должны получать серьезные налоговые льготы а бюрократический аппарат серьезно сокращается связанные с пенсионными с пенсионной системой и плюс сокращаться а в будущем в идеале вообще отмениться должны субсидии средства массовой информации потому что новые правы считают что средства массовой информации не должны поддерживаться государством вообще вот все эти идеи которые американским республиканцам американским консерваторам давно приятны и милы вот их новые правы пытаются провести через парламент и хотя повторяю пока учитывать малое количество они не добиваются такого успеха но за свои выборы были в девятнадцатом году то есть работа парламента идет где-то с октября по там по июнь по июль то есть за первый год своей работы в парламенте по опросам и за первые вот несколько дней уже нового сезона по опросам общественного мнения новые правы уже сейчас больше чем вдвое даже нет сейчас скажу во сколько уже математика меня подует в четыре раза превосходят свой былой результат сейчас если бы выборы были сейчас они получали шестнадцать а то и семнадцать мест в парламенте более того они догоняют практически две консервативные правоцентристские партии которые в Дании работают там с девятнадцатого вообще века и которые постоянно сдвигаются к центру и таким образом натеряют поддержку консервативных датчан то есть если продолжится такая вот система если продолжится движение новых правых наверх то следующие выборы в Дании в две тысячи двадцать третьем году очень может быть ну всякое случай происходит мы не можем предвидеть будущее но тем не менее новые правые вполне могут стать если не главной политической правой партии там есть такая венстре но она монополизировала она остается главной но могут стать второй по значимости правой партии и это я считаю очень хорошо ну а кстати почему бы не замахнуться и на лидирующие позиции мы не знаем и положительные моменты здесь какие мы видим что в Дании все таки страна социализмом не загублена и даже социал даже пусть этот социализм называется социал демократией и даже пусть сами датчане не любят слово социализм и готовы противостоять и такие настроения в датском обществе растут и будем надеяться они продолжают расти дальше а к американским правом ну хотя вряд ли они меня слышат к сожалению но я считаю что надо обязательно искать контактов с датской партией потому что разоблачать внутри Америки мифы о скандинавском социализме и что якобы все датчане и скандинавы просто обожают свою социал-демократию надо и я уверен если бы Пернил и Вермонт Ларс Бой Маттисон все это таковое назвал они бы выступили пару раз перед американскими избирателями тем более насколько тот же Маттисон английский знает очень хорошо и выступили бы в серьезных американских мозговых центрах то это бы очень помогло и развеять ряд иллюзий о датском социализме ну и укрепить помочь датским союзникам американских консерваторов мое мнение такое ну далее перенесусь в мою любимую Северную Ирландию здесь тоже момент интересный в североирландской политике есть такое замечание что как только правая партия начинает двигаться к центру то консервативные избиратели ее покидают и ищут себе либо новую партию создают либо переходят в ту правую которая уже есть то есть давным-давно была консервативная ольстерская юнионистская партия но она стала все больше и больше вливаться в истеблишмент королевства было разочарование появилась демократическая юнионистская партия более права сейчас и в ней разочаровываются ольстерцы полагая что недостаточно активно юнионисты защищают бизнес и североирландцев в условиях эпидемии когда слишком много ограничений накладывается что в переговорах по брекзиту недостаточно себя активно ведут и таким образом да какая-то часть таких либеральных избирателей уходит из партии в центри к центристам есть такая партия в северной Ирландии как альянс но при этом уходят кстати многие разочаровавшиеся левые так что здесь процесс такой двусторонний но что приятно появилась и более правая партия в северной Ирландии называется голос традиционного юнионизма там такой весьма колоритный ее глава Джим Алистер ну не буду пускаться в подробности просто замечу что правило оно в общем и целом работает и что ольстерский консерватизм на который помните я тоже вам говорил стоит обратить внимание он продолжает никуда не исчезает и как только ольстерцы считают что консервативная партия недостаточно консервативная они сразу переходят в новую да пока голос традиционного юнионизма еще не такой сильный но он уже удвоил популярность свою по опросам и кто знает что будет дальше и кстати интересно то что как партию демократических юнионистов ее образовали развили люди недовольные ольстерским юнионистами так и джем алистер он разочарованный тоже в прошлом представители демократических юнионистов вот теперь возможно за ним будущее ольстерского консерватизма и кстати говоря он тоже байдену точно не симпатизирует я же вам рассказывал что байдена северную ирландию в принципе настроил против себя рядом высказываний а консервативные подавно и джем алистер в этом плане не исключение вообще интересно что страны небольшие но испытывающие постоянное давление со стороны какого-то бюрократического аппарата либо просто террористов или угрозу постоянную своей безопасности они к трампу относятся с симпатией то есть я же вам говорил в Северной Ирландии достаточно высока популярность президента среди консервативных сил и заканчивая вот этот свой сегмент потому что мне бы хотелось еще немного сегодня о поп-культуре поговорить третья страна она правда не в Европе это Тайвань здесь речь идет не о партии здесь речь идет просто об опросе был опубликован опрос по восьми странам региона это Сингапур Филиппины Австралия Гонконг Малайзия Тайвань и Тайвань единственная страна где очень хотят победы Трампа меня конечно разочаровывает то что Австралия не попала в этот список потому что в Австралии я вам говорил консерваторы весьма интересные и канал консервативный самый лучший сейчас в мире даже я так скажу но вот к сожалению опрос такой Тайвань же остров маленький остров гордый прекрасно знает как себя ведут демократы по отношению к Китаю видят что Трамп человек который Китаю готов противостоять что Трамп к Тайваню и республиканцы вообще настроен весьма и весьма дружелюбно и таким образом на Тайване однозначно за Трампа и это я считаю положительный момент потому что Тайвань я тоже люблю про это место говорить и повторю еще раз там историческая связь с республиканцами с консерваторами очень сильная и то что несмотря на огромное давление мировое комплекса шоу-бизнеса средств массовой информации которые все против консерватизма против Трампа то что Тайвань держится и Тайвань продолжает видеть в Трампе главного союзника и того человека который будет противостоять Китаю это показатель согласитесь поэтому за Тайвань порадуемся ну и те из вас кто Тайваню симпатизирует опять к этой теме возвращаемся вы знаете за кого вам голосовать здесь умолкну если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово на другую тему буквально два слова если позволите час назад департмент джастис департмент или министерство юстиции а точнее сказать фбр проводила пресс-конференцию похоже фбр включилась в избирательную кампанию потому что ну значит они предъявили обвинение там опять бывшим сотрудникам групп которые занимаются хакингом то есть атакуют какие-то веб-сайты в том числе и веб-сайт олимпийских игр восемнадцатого года или что-то такое они говорили ну и конечно же вынесли огромную благодарность нашим big tech company то есть google twitter и facebook выступает замдиректора фбр то есть не сам крис рэй который является членом этого болота похоже включились в избирательную кампанию и вот в тот в то время когда сенаторы повестки вызывают в комитет на слушание представителей twitter и facebook значит фбр пытается так сказать обелить их представить их белыми пушистыми защитниками нашей родины и в то же время похоже опять начинает разыгрываться русская карта при том при всем при том что действительно наверняка работают хакеры с российские наверняка они атакуют и нашу инфраструктуру и так далее и так далее вот они там хакнули как и в каком-то госпитале личные данные пациентов а в то время как скажем китайцы в свое время миллионы служащих государственных служащих данные хакнули что-то я не припомню что против хоть одного китайца было возбуждено или вынесено обвинение или предъявлено обвинение но сейчас в канун выборов остается две недели до выборов и все и опять фбр включилась в эту игру в предвыбор да при этом вообще-то в фбр говорят что они постоянно открывают дела против чуть ли не каждые там десять минут против китайцев но почему-то когда им надо пиар устроить то строится он вокруг не китайцев вокруг хотя тут же я согласен конечно же с российскими шпионами надо бороться но как-то надо понимать что нельзя на одну опасность обращать внимание и игнорировать другую это делается это не случайно делается Иван это не случайно что они обращают внимание на одну опасность игнорируют другую поверьте мне сейчас они опять начнут разыгрывать ну кстати вокруг скандала с байденами шиф уже выскочил на cnn и сказал что все вот это вот то что происходит вокруг байдена это смир кампейн это дезинформация русских демократы всегда проецирует на своих оппонентов те преступления которые они совершают это это тактика такая тактика сола алинского и они это делают клинтон что связалась с русскими состряпали это досье заплатила бабки обвинили трампа в связях с русскими трамп говоря по телефону просил разобраться с байденами и вот вам доказательство коррупции глубочайшей беспрецедентной коррупции человека занимающего там второй пост в нашей стране и трамп был прав обращая на это внимание уже есть подтверждение тому что это происходило что это имело место быть так в ответ на это они решили объявить трампу импичмент за то что он решил разоблачить коррупцию байдена сейчас они опять начинают разыгрывать русскую карту опять говорят что все вот этот компьютер подсунули русские якобы вот эти имейлы состряпали русские хотя да при этом редклифф извините что перебиваю уже сказал все таки редклифф человек который знает что такое разведку он ее возглавляет что это не дезинформация никак но редклифф да раз его назначил трамп ему не надо верить по моему то мнению когда если все да я надеюсь что все будет хорошо когда трамп начнет второй срок Рэя и Джину Хаспил надо конечно тоже убирать потому что они точно не помогают деполитизации разведки а скорее еще и мешают а что касается тех компаний которые ФБР в чем-то помогают ну о чем говорить помните про Скотт Атлас совсем недавно рассказывали и говорили про него Скотт Атлас его в твиттере просто напросто выжимают его его твиты стирают там я не знаю что с его аккаунтом вроде я проверял он был хотя кажется его тоже закрывали это человек который в общем-то ну авторитетный все таки медик и он напоминает в команде президента и то что он пишет маски не работают и подробно указывает почему вот ссылается на такие такие-то исследования и этот твит исчезает а потом выясняется что твиттеры фейсбук это большие друзья ФБР как вот только что вы говорили но тут есть о чем задуматься что друзья то они может и друзья но не точно не америки и то что ФБР твиттеры и же с ними ну про историю с Байденами я уже сегодня просто не стал говорить но уже про нее много слышали я боюсь что мы к ней еще вернемся но то как этот как это по-русски так сказать подвергали цензуре все что связано с Байденами это уже просто не информационная война я не знаю как это назвать открываешь все поисковые системы любой любой абсолютно сайт с новостями да агрегатор новостей трамп плохой трамп проиграет в твиттере творится сами знаете что но при всем при этом нас нам пытаются убедить что все нормально и что никто не вмешивается в выборы кроме Путина хотя с Путиным и так все уже понятно да хорошо давайте теперь к рок-музыкантам вернемся да времени мало но тем не менее на оптимистической ноте закончим мы привыкли я уже сказал вот сейчас и биг-тек и шоу-бизнес все взбесились и все против Трампа когда актриса Кирси Элли пишет в твиттере что она голосует за Трампа на нее бросается толпа просто обезумевшая но есть люди которым наплевать на обезумевшую толпу и порой помощь приходит совершенно из неожиданной то есть точнее даже не помощи а поводы для оптимизма совершенно из неожиданных источников вот старый панк-рокер британин кстати говоря Джон Лайден или Джонни Роттон ну конечно панк-рок и название группы Sex Pistols но на первый взгляд с консерватизмом не ассоциируется и в прошлом у Лайдена были и выпады против Трампа и против кого угодно но сам по себе да и как что-то там его симпатия к Обаме тоже была но при этом у Лайдена у него есть такой рабочий консерватизм что называется и то что в панк-роке кстати тоже консервативные нотки были и даже в его песнях Бадис считается одной из лучших песен против абортов старая песня так вот его здравый смысл он работает поэтому когда здравый смысл преобладает то Лайден выступает в Израиле и говорит что все его критики пусть идут куда подальше потому что мусульманские страны его как-то не зовут и арабы почему-то не очень преследуют демократические цели а в Израиле это все есть и сейчас Лайден выступил просто замечательным интервью многие правда считают что это он так издевается но нет похоже он серьезен где сказал что Калифорнию демократы уничтожили своей политикой и нормальный человек должен голосовать только за республиканцев потому что демократы дадут налоги демократы дадут больше локдаунов Лайден против локдаунов демократы загубят нас ну он говорил про уже как себя чувствуют американцы он американский гражданин загубят нас бюрократии что же касается до Байдена то он просто маразматик открытым текстом говорит Джон Лайден у Лайдена жена с болезнью Альтгеймера поэтому он к сожалению знает что это такое и говорит Лайден я вижу абсолютно все симптомы у Байдена на него смотреть страшно слушать его еще хуже поэтому голосовать надо за республиканцев и за Трампа и я очень надеюсь что Лайден будет услышан потому что это ну человек которого слушают на самом деле и люди которые помнят что такое настоящий панк-рок или водня всякая они к Лайдену прислушаются а я вам всем заключение посоветую допускаю что многие из вас такую музыку не слушают вообще но вот сделайте усилие это клип замечательный группа называется Five Fingers Death Punch клип называется Living The Dream это очень точный комментарий всего что сейчас происходит к сожалению в вашей замечательной стране из вполне себе консервативных позиций поэтому пусть беснуется Big Tech пусть беснуется левые в средствах массовой информации но если в рок-музыке находятся пусть даже единицы такие как Лайден и как группа Five Fingers Death Punch то американская культура про которую я так много говорю и продолжаю говорить даже англо-американская но они все-таки себя еще покажут я надеюсь и мне очень хочется надеяться что результат мы увидим уже через через две недели на самом деле совсем скоро ну вот на этой повторяю хочется надеяться оптимистической ноте я наверное закончу если Сергей что-то еще добавит то с удовольствием передам слово спасибо огромное Иван и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи до встречи в следующей серии я не буду до встречи в следующей серии субтитры